привет друзья сегодня я покажу вам немного съемок как мы добирались из херсона в крым вы знаете что мы уже больше месяца находимся в крыму но у меня остались не опубликованные видео сейчас я потихоньку буду их выкладывать на канал сама я с теплым чувством все это пересмотрела когда мы переправились из херсона в олежке а это было ближе к вечеру нас любезно пригласил себе на ночевку наш подписчик роман в село казачьи лагеря и мы конечно же согласились понятно что в ночь ехать было не самое правильное решение нас встретили роман и его прекрасная мама накормили напоили и спать уложили спасибо им огромное это еще одни хорошие люди которые встретились нам в нашем пути ну и немного о селе территория казачьих лагерей была заселена уже в древние времена свидетельством чего является курганное погребение и два поселения эпохи бронзы второго тысячелетия до нашей эры а также следы поселения с киевских времен 3 5 веков до нашей эры казачьи лагеря были основаны в 1785 году бывшими запорожскими казаками и беглыми крестьянами с правобережнее украины название связано с тем что вблизи села 1783 году находился временный лагерь донских казаков население села быстро увеличивалось чему способствовало его место расположения через казачьи лагерей проходила дорога в крым по которой чумаки возили соль севаша до сих пор дорогу из казачьих лагерей на радинск называется ливозной а в 1799 году здесь проживало уже 334 человека а в 1822 году 202 дворах насчитывалось 1139 жителей население занималась скотоводством земледелием ловлей рыбы заготовкой и продажей камыша солевозным промыслом многие жители села плавали с матросами на торговых судах через местную пристань в средине 19 века ежегодно вывозилась 180 200 тысяч пудов различных грузов зерна рыбы шерсти по селу казачьи лагеря ну тут конечно немножко будет села но тем не менее едем выезжаем уже вчера был казус ну сегодня уже все нормально пришлось аккуратно пришлось снимать вот дополнительно повторно повторно да такие кадры были ну хорошие были кадры так на улице у нас довольно таки прохладненько но ветер стих поэтому теплее чем было вчера вечером все таки ближе к крыму знаете вот такие вот улочки тут кому-то знакомые родные остановка называется винзавод да тут был винзавод конечно хорошее село такое богатое люди выращивали продукцию раннюю капусту огурцы вот здесь его стоит на песках поэтому теплицы он теплицу вот смотрите вот это все теплицы люди очень часто да здесь еще неплохая дорога мы как-то ехали по другой дороге там вообще все убито было тракторами так заезжено шоу еле-еле проехали вот такие вот дворики едем потихоньку прогреваем машину дорогу ну где-то если будет хорошая трасса с хорошей дорогой можем немножко и притопить насколько это возможно машина подозагружена у нас поэтому сильно притопить наверно не удастся ну и километру 70 видите сколько теплиц где-то вам если попадется интернет в крыму выложим это видео хотя мантин говорил интернет ну посмотрим проверим если что уже магазинчики открыты и везде вы видите теплицы 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 люди занимаются сельским хозяйством кстати очень красивые места здесь на речке стоят недалекой днепр до рейсов автобус пришел ну каков-то херсон на херсон через полюбрау надо будет ехать вот такое кафешка какая-то стоит в магазин неизвестно работает или нет ну это только в крыму все выезжаем села и дорога села не очень но я вам вчера ее сняла ну не показал в этом не покажет хотя бы у меня там несколько видео мне только последние удалено а так в принципе то что вот сюда ехали там хорошая погода мы с утра думали что туман но наверное запотели окна у нас поэтому мы устроили отпуск грубо говоря отпуск ко Виктории она проработала много времени без отпуска и отпуск нашей Валюхи тоже много времени без отпуска так что будем расценивать да пути наверное все все и все все Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Если бы мы остановились, мы могли бы грибочков поискать Но мы не будем останавливаться, потому что с грибочками мы ничего не сделаем А во-вторых, нам надо ехать Это все нас ведет дорога в Крым Пока мы едем в Херсонской области Но будем в Крыму Последний раз в Крыму я была 18 лет Друзья, я никогда не был в Крыму И я не была Поэтому некоторые даже будут первооткрывателями Пионерами Казалось бы, Херсонская область с Крымом Ну, это ж соседи Мы самые близкие соседи А некоторые люди и не были в Крыму даже Да, и здесь присутствующие Вот такая вот красота Видите, какие кучи гуры песка? Вот этот лес Это ж люди исследовали Что можно сюда посадить? Что здесь вырастет? И выросли вот такие замечательные сосны Все, а мы пока отключаемся